Здравствуйте, господа! Позвольте представить вам... Паша в квадрате Здравствуйте, я Павел Маркайт Я руководитель арт-отдела Музея современного искусства ир-арта Я приглашаю вас в удивительный мир искусства Друзья, сегодня экскурс по дорогам познания Метод, про который я сегодня поговорю, это формализм И, оттолкнувшись от него, структурализм Самые влиятельные на течение в мысли 20-го столетия Мы впереди планеты все И именно русские исследователи вдохновили весь мир На становление, формирование структурного метода Гуманитарное знание всегда стремилось обрести четкий метод Но на деле выходила какая-то билетристика всегда И вот в советах 20-е годы появилось общество изучения поэтического языка Молодые филологи решили отказаться от исторического метода при изучении литературы И сосредоточились на изучении формы художественного произведения А искусство — это прежде всего форма И у формы, разумеется, есть содержание А это содержание можно раскрыть, изучая форму И вот Виктор Шкловский предложил, как на микроуровне, анализируя новеллу, стихотворение отдельное Можно раскрыть его содержание Эти авторы обратились к сумме художественных приемов, которые использует автор Обратились непосредственно к ткани художественного произведения И изучали мастерство Впоследствии стали применять к изобразительному искусству Вот у меня за спиной, например, очень интересная работа Вот, формально это примитивная, можно сказать, живопись Но одновременно перед нами очень-очень-очень вычурная форма Здесь изображена девушка, которая обнаружила у себя сидящие на табуреточке в кабинке для пип-шоу Порочное развлечение, когда стриптизерша танцует в зеркальной кабинете И изображение, да, очень условно Но при этом здесь сложная перспектива Огромное количество дробящихся изображений Художница решила довольно интересную формальную задачу Швейцарский ученый Фернандес Оссюр размышлял о природе знака И описал язык как знаковую систему Знак – это, например, палец Имеет форму, означающую и означаемое То, что форма означает, то есть сам палец Причем не конкретный этот палец, а какой-то абстрактный палец Непонятно, почему именно эта комбинация букв Обозначает предмет конкретной действительности Так же, как описан язык Можно описать, да, чуть ли не любую, в общем-то, деятельность человека В том числе и живопись, например А почему нет? Структурализм как раз описывает жизнь знаковых систем Все мы знаем и любим цикл телепередач Юрия Лотмана «Беседы о русской культуре» Вот если мы послушаем отдельно эти лекции То мы обнаружим, что Юрий Лотман Будучи таким пионером и очень видным представителем Вот этой вот семиотической школы Обращается поочередно к игре в карты К системе, к балу Где девушки и кавалеры действуют как знаки, единицы их поведения Условно обусловлены законами, иерархиями Отдельно анализируя цвета мундиров Видите, такое системное мышление, получается, пронизывает культуру Еще структурализм и формализм подарил мысль о том, что вот у каждого вида человеческой деятельности есть какой-то свой язык Отдельную картину можно изучать как текст на каком-то иностранном языке Вот у меня за спиной картина Александра Ольховского Он родился в 1947 году, получил великолепное советское художественное образование Может написать какой-нибудь там вид на утренний порт Но, приходя в мастерскую, он занимается чем-то вроде этого Он большой поклонник аналитического кубизма Он использует весь свой арсенал и все свои приемы живописца для того, чтобы создать некое целое И очень интересно посмотреть, чем он именно пользуется Краска лежит сплошным слоем Здесь у него же вибрируют какие-то мазки Здесь у него контраст Разумеется, такой формальный подход Но эту оптику нужно еще, в общем-то, как-то выработать Но на самом деле видно невооруженным глазом Мастерски или не мастерски выполнено произведение Субтитры создавал DimaTorzok